привет друзья пусть егова будет с вами сегодня я хочу открыть вам еще одно неоткрытую истину стрелах еговы и округлых шитах вот вот мы знаем что это стрелы еговы вот это стрелы еговы вот они все острые и вот она тоже острая до энергии молнии вылетает которая распространяется над поверхностью каменного угля каменный уголь это битум и метан который был создан с помощью вулкана и при извержение вулкана во время сотворения когда еще не было кислорода потому что не было растений а без кислорода нефть не сгорает сейчас вулкан сгорает потому что есть кислород сейчас извергаются вулканы потому что нет давления а давление нет потому что энергия не создает озона и водорода потому что сейчас нету изолятора молнии потому что все изоляторы молнии находятся под льдом и под вечной мерзлотой и сегодняшнее видео будет нацелено именно на это одно удивительное чудо который является круглыми круглым растением но не совсем круглым а именно вот цветочки я видел много таких цветочков но не имел возможности об этом рассказать вот это и есть маленькие круглые растения вот как как ягодки вот они круглые и маленькие вот если они круглые то энергия от них не вылетает потому что когда энергия начинает отсюда выходить в в это время энергию отсюда не вылетает энергия не вылетает потому что это не круглые не 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 стрелы а круглые растения вот круглые круглые шиты круглой формы поэтому в нее как бы имеется такая круглая форма чтобы сохранять энергию поэтому она саха начинает сохранять себе много водорода много водорода много аниона гидрокарбоната то есть отрицательного углерода которые выделяются вместе с водородом при замыкании древесных углей которые лежат над каменным угле вот а после чего этот маленький круглый маленькие круглые 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 шиты раскрываются и превращается в стрелы вот такое удивительное творение ягоды есть еще в растениях вот то есть не обязательно все растения являются как бы стрелами но и они в какое-то время и имеют маленькие круглые то есть маленькие круглые растения вот цветочки это и есть маленькие круглые растения это конечно не фрукт не овощ но они все же круглые а вот эти растения они как бы несиедобные а на самом деле если отсюда будет выходить энергия и сохраняться много водорода много гидрокарбоната то как говорится в священном писании что все растения все растения без исключения все они должны давать пищу ну пищу для животных пищу для человека сейчас мы видим что это обыкновенные растения обыкновенные растения с маленькими семенами вот именно эти маленькие семена и будут сохранять себе много водорода много аниона гидрокарбоната таким образом отсюда должно вырасти что-то такое съедобное ну вот такое например большое-большое и с твердой кожурой вот такое твердое растение которое можно кушать но она слишком мягкая поэтому если отсюда поднимется такое большое круглое и тяжелое тяжелый такой фрукт или овощ она под действием гравитации будет падать и упадет на землю даже как бы оторвется да поэтому смотрите мы живем в неправильной атмосфере потому что энергия не вылетает не создается озон и гравитация как бы работает неправильно то есть не в нашу пользу а в то время энергия будет вылетать отсюда и создавать много озона таким образом вся океаническая вода превратится в водородный и озоновый слой а под землей воды как бы не останется и вес планеты земля намного уменьшится а вес атмосферы намного увеличится поэтому произойдет распределение распределение веса планеты и атмосферы таким образом атмосфера будет иметь собственную гравитацию то есть антигравитация будет как бы уменьшать ну вот вес этих растений вес человека вес растений поэтому отсюда будут расти вот такие большие большие круглые растения вот и они хотя и будут тяжелыми из-за того что гравитации нет или вообще маленькая она не будет падать она будет стоять вот так но за счет того что давление очень сильное очень сильное давление очень высокое атмосферное давление эти кожура будет очень твердой ну как бы нельзя будет ее просто чтобы она сломалась лопалась вот для этого нужны зубы большие острые зубы как у волка как у льва как у кошки как у собаки вот поэтому все животные все эти волки львы все они имеют очень большие зубы которыми они будут кушать вот эти твердые растения в высоком давлении ну вот атмосферное давление высокое поэтому она тоже будет твердой вот поэтому эти дикие кошки они имеют как бы большие зубы а у них есть большие клыки это чтобы когда они живут тысячи двести тысяч триста тысяч лет у них клыки начинают расти и становятся очень длинными а зубы как бы остаются маленькими ну чтобы им можно было вот кушать эти маленькие растения как и как и нам то есть наши зубы не растут постоянно поэтому нам будет легко их кушать и кошкам тоже и так спасибо за внимание за внимание за внимание за внимание что вы вы не что 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 вы